Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Насколько дорогим другом, товарищем он мне был. Настоящим. Спасибо тебе за все, Решат. За студенческие годы, за надежность, за крепкое плечо до самых последних дней. За помощь, написал о нем Алмаз Шамасов. Решат Дихин возглавлял Аскинский район с 19-го года. По словам его близких, он, будучи тяжело больным, думал о судьбе и развитии муниципалитета. У него были грандиозные планы по улучшению жизни жителей, которые он хотел осуществить. О чем была его последняя запись мне, когда он уже лежал в Зубовском инфекционном центре и еще был в сознании, мы говорили с ним о будущем детей республики. Он делился своими планами открыть в Аскино-Пале-Лингвианальную гимназию с интернатом, чтобы там могли учиться дети со всего Аскинского района и близлежащих районов. И мы с ними ломали голову, какие железные аргументы привести руководству республики, чтобы такое решение было принято. «Друг, аргументы здесь больше не нужны, она обязательно будет в памяти тебе, и она будет носить твое имя». «Откроет новые горизонты талантливым детям, таким как ты», — заявил его друг Алмаз Шамасов. Ришат Дихим начал свою карьеру в СМИ, работал на телевидении, позже в Союзе писателей и в Министерстве образования. В 2018 году получил должность заместителя главы Аскинского района по социальным вопросам, после работал начальником отдела образования Гиделия. Также свои соболезнования написал в соцсетях спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Он отметил, что свою жизнь Ришат Маратович прожил честно и достойно, оставив после себя плоды добрых дел. Большую часть своей трудовой деятельности он посвятил государственной службе, успел внести значительный вклад в развитие района, заслужил искреннюю благодарность жителей за годы напряженного, ответственного, добросовестного и созидательного труда, написал господин Толкачев. «Светлая память, мой коллега и хороший товарищ, соболезнования родным и близким», отметила глава Кигинского района Зухра Гордиенко. «Беспокойно решат», написал замначальника Башкультнаследия Кайнурфархиев. Напомним, что в Киеве от ковида 26 марта на 38-м году жизни скончался известный украинский фотограф Алексей Иванов. О своей болезни Иванов написал 11 марта, шутя, что получил официальное подтверждение и вступает в клуб коронованных, чтобы снять с себя корону. Коронавирус быстро спровоцировал двухстороннее воспаление легких. В тяжелом состоянии с низкой сатурацией Алексея перевели в реанимацию. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Но все усилия медиков и коллег, которые собирали деньги на лечение, оказались тщетными. Иванов умер. Алексей Иванов с 2003-го до 2011-го работал фотокорреспондентом в газетах Украина Бизнес Ревью, Вечерний Киев, Украина Молодая.